доброго времени суток уважаемые телезрители в эфире программа на виду и я с удовольствием готов представить нашего гостя сегодня руководитель проектов компании по бухгалтерскому консалтингу арсен буржуалиев в гостях нашей программы нашей студии здравствуйте арсен арсен вы финалист конкурса лидер россии которые не так давно проходили в пятигорске скажите что вас подвигло принять участие в конкурсе вот с чего все начиналось история не такая длинная я узнал о том что будет проводиться такой конкурс второй раз в истории то есть это второй конкурс 2018-19 году значит до этого я принимал это был региональный это был региональный этап да но ему предшествовал дистанционный этап значит ну я посчитал необходимым для себя принять участие в этом конкурсе посмотреть наш какой багажно работан за все это время что получится что не получится и вот в финале ну неожиданно для себя может так скажу ну в общем да скажите арсен вы уже прошли немало испытаний что было самым сложным для вас пожалуй работа в команде непосредственно уже значит в региональном этапе сильны очень участники и необходимо было проявить свои лучшие качества и где-то даже в своем роде наглость упорство для того чтобы обратить внимание на себя именно хотя и такой задачи непосредственно я не ставил но пожалуй то самое сложное задание были кейсы были очень интересные приходилось сталкиваться рассматривать ситуации с которыми не сталкивался вообще никогда в своей практике но тем не менее все сложилось удачно арсен мы еще подробнее поговорим о конкурсе который проходил в пятигорске но сейчас давайте прервемся на короткий сюжет значит сюжет о самом конкурсе который проходил в пятигорске внимание на экран на конкурсе лидеры россии дагестан представлен одной из самых больших делегаций 42 человека это люди разных возрастов и профессий которые уверены что их управленческие качества и знания могут изменить жизнь соотечественников к лучшему лидеры россии это не карьерная лестница а лифт подчеркивает один из авторов проекта ректор российской академии народного хозяйства и госслужбы владимир мао этот конкурс готовит управленцев нового поколения тупое выполнение стратегии может привести только поражение а вовсе не к успеху в этом смысле основная задача лидера это способность не просто адаптироваться к неопределенности но в какой-то мере возглавить процессы в условиях неопределенности всего на конкурс подали заявки более 6 тысяч человек и только 136 вышли в региональный полуфинал в их числе братья-близнецы кормуковы похожие инспекторы рыбоохраны назим и сотрудник университета россии не только лицом но и своими стремлениями помимо карьерного роста я могу сказать что нужно принести пользу не только себе но получается и окружающими людям и в первую очередь это родина и поэтому я думаю нужно от этого конкурса брать то что принесет пользу республики полуфиналисты решают бизнес-кейсы отвечают на вопросы экспертов последние отмечают самых активных участников и отбирают победителей одно из обязательных условий финала разработка социального проекта дагестанка ксения манышева уже подготовила свой под рабочим названием бабушки на здоровье он предполагает внедрение профилактических мер для борьбы сердечно-сосудистыми заболеваниями мы наоборот будем давать стратегию того как можно избежать каких-то определенных заболеваний что нужно для этого делать как нужно с какой регулярностью обследоваться финалистов конкурса ждет один миллион рублей на обучение и поддержка наставника а это известные бизнесмены и политики в числе которых губернаторы руководители федеральных министерств и ведомств главы крупнейших компаний наша делегация была одной из самых больших да это 42 человека 42 человека которые попали прошли после ретеста полуфинал после регионального этапа нет 42 человека попали в полуфинал после ретеста всего до ретеста было порядка 60 человек от дагестана то есть 42 прошли в полуфинал довольно представительная делегация из дагестана на конкурсе вы решали бизнес кейсы вот что из себя представляет это испытание три фабулы значит по две задачи на каждую фабулу участники были объединены в команды и в процессе обсуждения по каждому кейсу необходимо было решить задачу и презентовать и вот обосновать почему приняты те или иные решения и кейсы были как из сферы коммерческой деятельности так и сферы некоммерческих некоммерческой деятельности и госуправления условия финала это разработка социального проекта верно условия допуска финал да это реализация социального проекта сердце лидера название проекта у вас как и у всех других ваших конкурентов тоже были свои социальные проекты и прямо сейчас я предлагаю посмотреть короткий сюжет о каждом из финалистов конкурса шесть фамилий шестеро дагестанцев прошедших все испытания конкурса лидеры россии среди них изумруд бучаева более трех лет руководит профсоюзом медработников республики тут отстаивают права пятидесяти четырех тысяч человек ведь порой люди спасающие жизни и сами нуждаются в помощи финалистка главного кадрового проекта страны называют конкурс лидеры россии реально действующим инструментом в подготовке управленческих кадров ведь в условиях ограниченного времени конкурсантам нужно было раскрыть весь свой потенциал прошли ряд серьезнейших испытаний это было это и были тестовые задания это был асессмент во время которых все время мы были в состоянии полной боевой готовности при этом нужно было контролировать себя контролировать свои эмоции ясность сознания и в конце концов сохранить человеческое лицо даже для того чтобы выдать лучший результат их мечты сбылись финалистами конкурса стали сразу два сотрудника компании газпром трансгаз махачкала замначальника отдела оплаты труда бадави муртаев среди главных плюсов конкурса называет возможность получить качественное образование на что финалистам и выделяют миллион что еще понравилось муртаеву в конкурсе новые контакты друзей и уверенность себе уже начальник того же отдела газпрома гаджи козеев имеет неплохой опыт участия в кадровых конкурсах победитель проекта мой дагестан в прошлый раз остался в шаге от финала лидеров в этом году свой шанс уже не упустил случае победы планируют обучение в сколково перспективы не единственное что получил кодеев от конкурса друзей чувствуешь себя лидерами которые готовы повести за собой и естественно в общении с такими людьми хотелось получить побольше опыта знаний что я получил другой финалист руководитель компании по бухгалтерскому консалтингу арсен буржалиев уже думает о социальном проекте которые финалисты должны реализовать для победы так он запланировал бесплатные образовательные курсы по один из бухгалтерии для студентов профильных факультетов участие в конкурсе это проверках своих знаний и новый опыт отмечает буржалиев нельзя оставаться на месте надо развиваться все время и этот конкурс дает он открытый конкурс главное испытание конкурса финалистов ждет уже в марте в сочи рассан в сюжете говорится что ваш проект это образовательные курсы но до начала съемок вы поправили и сказали что вы изменили поменяли свой проект о чем он сейчас да было намерение реализовать обучающие курсы поскольку это связано с моей деятельностью непосредственно но в процессе проработки значит различных направлений мне мне посчастливилось пообщаться с руководителем регионального отделения движения всероссийского матери россии магомеда этой силе главной и в по ходу общения я понял что пожалуй есть более интересные направления которыми следует заняться и реализация значит обучающих курсов она тоже по большому счету никуда не денется но много людей которым нужна наша помощь но это тоже помощь если бы были бы бесплатные образовательные курсы для профильных факультетов ну понимаете для профильных факультетов да но цель была не занятия скажем со студентами все-таки с людьми с ограничениями какими-то и мне показалось что работа с пожилыми людьми вот на текущем этапе это более актуальное более социальное более социальное да согласен абсолютно верно более того мы на текущем этапе посетили семьи афганцев проживая проживающих в каспийске и две семьи это в у которых сыновья погибли в афганистане самое главное мне кажется в этом это внимание которое мы уделяем и совместно с движением матери россии а также представителем общества воинов афганцев в каспийске мы значит посетили кого успели посетить но это естественно это не разовая какая-то акция это уже процесс которым мы будем заниматься уделять внимание я правильно понимаю это часть вашего социального проекта да это именно часть социального проекта по результатам проведенной работы я представлю конкурсной комиссии видео отчет но эта работа она не закончится на этом естественно она будет продолжаться то есть мне кажется это более ценно на текущем этапе ну и наша может передача может послужить видео отчетом однозначно скажите у вас уже есть наставник нет значит наставники будут определяться по результатам финала то есть наставник наставников получат победители конкурса и мне задавали вопрос кого бы хотели видеть в качестве своего наставника есть несколько людей которых бы я хотел видеть в качестве своих наставников но понятно что сергей владимирович кириенко он не может у всех быть наставником как бы на или руководитель администрации президента война но там достаточно много интересных фигур с которыми хотелось бы установить непосредственно контакт и возможно получить что-то для себя дальнейшем профессиональном плане интеллектуальном плане до финала осталось совсем мало времени вы успеваете с реализации своего проекта полностью как вы рассчитываете да я думаю что я подготовлю ролик пожалуй что я успею да в сроки заданы установленные условиями конкурса я укладываюсь а вот все таки ваш основной социальный проект вы можете поделиться основной частью социального проекта то что вы называли это то такие то что входит ваш проект а что является основой или это пока секрет нет это не секрет ну я был несколько далек от всего этого то есть какую-то помощь посильную я всегда старался оказывать нуждающимся но участие в конкурсе сподвигло меня к более активном участию в данном аспекте нашей жизни и как я уже отметил моя работа в этом направлении она не будет ограничиваться только теми рамками которые установлены конкурсом она будет продолжаться и пожалуй это самое важное что вот люди они будут включаться в такие важные аспекты нашей жизни а какие еще условия финала какие еще испытания будут ну в принципе все испытания пожалуй уже позади основные то есть у нас был дистанционный этап у нас был ретест у нас был региональный этап и сейчас мы заняты активная подготовка я когда говорю мы имею ввиду себя и своих коллег финалистов участников подготовиться насколько мы понимаем будет очень серьезная конкуренция со стороны других участников из других регионов это и москва и питер и сибирь по волжье ну необходимо выступить на должном уровне и чтобы представители нашего округа тоже были в числе финалистов потому что в прошлом году если не ошибаюсь только один человек попал в число финалистов то есть из трехсот участников это будет сто человек финалистов оговорился победитель на победителей то есть вот в прошлом году от северо-кавказского округа был один победитель но в этом году мы надеемся улучшить результат наши результаты да и представительство соответственно что для вас лично значит этот конкурс хороший вопрос что для меня я в общем то как я уже отметил не то чтобы неожиданно но для меня это был такой заряд адреналина что я прошел финал толчок своеобразный к тому чтобы дальше такой термин не очень корректно на мой взгляд прокачивать свои навыки как бы да ну то есть развиваться интеллектуально и профессионально термин такой социальный интеллект свой наращивать вот пожалуй что конкурс это серьезный толчок моей жизни хотя таких моментов достаточно много было если так взглянуть в прошлое арсен в нашей программе существует такая добрая традиция когда мы даем право нашему гостю пожелать что-нибудь нашим телезрителям вашем случае я бы хотел попросить вас обратиться к вашим коллегам не будем называть их конкурентами к вашим коллегам и к нашим телезрителям всем дагестанцам я желаю мира добра терпения ближним своим своим коллегам своим товарищам я хочу пожелать успехов и конечно же победы в этом конкурсе спасибо арсен мы вам тоже желаем успехов и победы в конкурсе я же напомню что в гостях у нас был руководитель проекта в компании по бухгалтерскому консалтингу финалист конкурса лидера россии арсен буржалиев спасибо что оставались с нами до свидания до новых встреч а